Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Личность пострадавшего на пустыре обстановили? Никак не, товарищ полковник. Пострадавший еще не пришел в себя. Что-то не похоже на пьяную драку. В данном случае мы имеем дело не с обыкновенным ограблением, а с более серьезным, заранее обдуманным преступлением. А кому эта куртка принадлежит? Она принадлежит нам, в костюмерной киностудии. Ну а вчера вечером ее дали обжить, относить артисту Никитину, и до сих пор нет ни Никитина, ни куртки. Костюмерша волнуется. Я из милиции. Скажите, а вам фамилия Сысоевой не знакома? Я нашел газету, в которую было завернуто что-то тяжелое, чем вас ударили. Нет. И тебе счастливо. Газета. Через нее вышел на подписчика, вернее подписчицу. Сысоев Николай Викторович проживает по улице Космонавтов, 22, квартира 177. Он сейчас в отъезде, два месяца на переподготовке, а жена его работает заправщицей на бензоколонке, так что по характеру бензинных пятен газета ее. Гусев, возьми на себя сменщицу Сысоевой. Герасимова Фаина. Не шуми ты, я ни в чем не замешан. Эй. Кабы не замешан, так они бы сегодня не приходили на бензоколонку, не спрашивали бы желтую куртку. Я сразу поняла, кто им нужен. Скорее всего, Никитина приняли за кого-то другого. А того знали только по приметам. Значит, на выходе одна версия. Версия о двойнике. Игнат! Они же тебя там заберут! КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Он позвонил в квартиру, ему не ответили! А соседка по площадке сказала, что никакой человек в роговых очках здесь не проживает! Вот так! Но ясно только одно! Из-за пустяков не станут задерживать подворотни! Требовать, чтобы убирался из города. Тут что-то серьезное. Скорее всего, Кудинов не выполнил их приказа, и они пытаются убить его. Игнат! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Разрешите, товарищ полковник? Слушаю вас. Ну что? Ну, газета с Исоевой подобрана на бензоколонке. Там, где могут появиться те двое, что запугивали Кудинова. Да. Опять бензоколонка. Да, бензоколонка. Дело в том, что Кудинов слышал, как отъезжала машина сразу после того, как его прижали в подъезде. Вот я думаю, что один из них шофер. Это странное подключение телефона квартиры к телефону общежития. Да. Весьма странное. Сами проверьте показания Кудинова о подключении. Хорошо, товарищ полковник. Как настроение, курсант? Бодрое, товарищ полковник. А что, если попросить Кудинова несколько раз показаться у бензоколонки? Ну, так сказать, обнаружить себя. О, он откажется. И он даже сам попросил, чтобы до конца следствия побыть у нас под стражей. Боится? Ну, естественно. Решите? Да. Никитин очень похож на Кудинова. Ну, а в курсе он вообще как брат родной. Я думаю, Никитин согласится. Какое у вас умочувствие? Сейчас нормально, гуляет уже. Ну, что же. Поговорите с ним. Только в разговоре постарайтесь не нажимать. Вы знаете, для него одеть желтую куртку связано с риском. А на риск... Каждый человек должен идти добровольно. Яс, товарищ полковник. Какие у вас с ним отношения? Самые дружеские. Хорошо. Ну, что же. Желаю успеха. Спасибо. Андрей! Здорово. Здорово. Загораешь? Что читаешь? Так. ПНР. Клоуну выпил рюмку водки и сказал, клоуны тоже люди. До сценария-то. Андрей, зачем ты скрываешь, что в тот вечер выпивал? Вы что, все с ума посходили? Подполковник тут у меня выпытывал, с кем я выпивал. Не выпивал я! Ну, как же не выпивал? Когда я тебя вез, от тебя и анализ крови тоже... Анализ? Я последний раз выпивал в городе Горьком месяц назад в свой день рождения. Все! Работать надо лучше. Анализы. Да ты не волнуйся, найдем мы твоих обидел. Да, конечно, найдете. Ты в Одессе первый раз? Да. Слушай, а когда тебя собираются выписывать? Завтра, послезавтра. И прощай, свободная стихия. А как же твое кино? Ку-ку кино? Сняли меня с роли, пока я тут валялся. Да врачи их напугали. Ушиб мозга, возможно, трепанация. И потом, кому я нужен? Вот такой красивый, а? Это твоя первая роль? И, видимо, последняя. Ты знаешь, если бы я, ну, тогда увидел их хоть бы одним глазом, вы бы мне не понадобились. Я сам с ними бы разобрался. А вот это называется самосуд. А ты думаешь, дело до суда дойдет? Да, думаю, дойдет. Но вот если дойдет, свистни мне, гадать, свисточек. А я себя не заставлю ждать. Прилечу! Нет, прости, не прилечу, приеду. Контузии, самолетом не имею права. Хотя этот свисточек, между прочим, жизнь спас. Старшина обронил, когда тащил тебя. Разбей на память, сохрани. Может, вспомнишь, когда? Ты знаешь, а я их голоса помню. Отчетливо. Послушай, Андрей, мы тут нашли человека, на которого они покушались. Сейчас очень похож на тебя, такая же куртка. Но что, это все? Ты не мог бы нам помочь? То есть? Ты знаешь, было бы очень хорошо покрутиться на этой бензоколонке в той же самой куртке. Очень может быть, что преступники как раз клюнут снова на тебя. Кудинов, парень, который... Ну, похож на которого ты. Отказывается, боится его. Нет, нет, при чем здесь куртить? Да опасно это дело. Да ну, изуродовали-то меня. Нет, а когда ведь надо? Что? Ну, это, покрутиться. Да, хоть завтра. Завтра. Вася, подбрось плоские, зацепить надо. Давай. Стоп. Эй, электрик без инструмента, брось сигарету. А у нас перекур без дремоты, хозяйка. Брось, брось. Тоже мне электрики. Одна лампочка перегорела, чиня два дня. Бедная лампочка. Люсенька, дорогая. Что такое? Заправь, пожалуйста. Перерыв. Я знаю, у меня бензин кончился. Здравствуйте. Мне срочно ехать надо. Ближайшая бензоколонка, 6 километров. Езжай туда. У меня бензин кончился, Люся. А у меня перерыв. Обед, понимаешь? Могу я во время своего законного перерыва посидеть 10 минут на свежем воздухе? Могу? Значит, не заправишь. Не-а. Лёшенька, можете? Конечно, можете. Прошу. Это опять вы? Я, поверьте, никак не могу проехать мимо. А я замужем. Да знаю я. Но хотя бы полюбоваться вами издали. Я могу посидеть рядом с вами. А ну, посмотри там, посмотри. Опасно любоваться замужними женщинами. С чистыми помыслами. Лёшенька, ей Бог. Это тоже от чистых помыслов? От них. Угу. За чистые помыслы... Что-что? Головы. Не разбивают. Скажу по секрету, разбивают. Так, Вася, приготовься. Давай. И я скажу по секрету. Выключай. Несколько дней тому назад сюда приходил один симпатичный милиционер. И спрашивал меня, не знаю ли я артиста с усиками в жёлтой нейлоновой куртке. Уж не вы ли этот артист? Нет, я не артист, я шофёр. Но душа у меня артист. Я надеюсь, вы не рассказали. Ну, было, проскочил на красный свет. Да, да, теперь ищу, а что остаётся делать? Люся, если кто-то будет ещё интересоваться жёлтой курткой, вы мне скажете по секрету. Люся, вы можете. Можете отдыхать, но бензин у меня на нолее. Я надеюсь, вы меня выручите. Я прошу вас, Люся. Пошли, пошли. А подключение действительно было от распределительной коробки гостиницы-общежития в квартире, в которой Кудинов видел человека в роговых очках. Мы говорили с хозяйкой этой квартиры, Лобовой, и оказалось, что у неё останавливался приезжий инженер по фамилии Васильев. А что представляет собой гостиница-общежитие? Ну, это обыкновенные пятикомнатные квартиры на первом этаже, отданные заводом под общежитие. В основном здесь останавливаются представители поставщиков, ревизоры, снабженцы, толкачи. Проживает также приезжий научный работник из Москвы, Ведерников. Но, пожалуй, наиболее интересным объектом для подслушивания является некто. Терентьев Илья Николаевич, 55 лет. Терентьев Илья Николаевич, работает на заводе снабженцем. Но руководство его высоко ценит за редкостное умение достать, протолкнуть, похлопотать. Проявляет при этом необыкновенные чудеса. Безупречно служит на заводе более 10 лет. И живёт в общежитии? Да, но Терентьеву дали двухкомнатную квартиру, но он вынужден проживать в общежитии из-за каких-то сложностей в семье. Но что может быть интересного в телефонных разговорах снабженца? Побеседуйте с Терентьевым. Снабжение есть снабжение. Это искусство доставать. Вернее, это искусство побеждать. Кстати, вам ничего не нужно. Нет, спасибо, не нужно. Понимаю. Завод реконструируется. Я практически связан с десятками разных организаций. Это и железнодорожники, и подрядчики, и прорабы. Я достаю для завода всё оборудование, железо, цемент, автокраны, учёных. Недавно я перетащил на завод из Москвы одного парня, Ведерникова. Вы видели когда-нибудь в оперу Женитва Фигера? Я видел. У нас в Одесском оперном театре. Там один чудак весь вечер поёт. Фигера там, Фигера здесь, Фигера там, Фигера здесь. Так это про меня. Да. Скажите, как вы познакомились с Ведерниковым? Ну, за него меня попросил один человек. Кто? Кто? Вы знаете, не всё из прошлого приятно вспоминать. Но вам я скажу. В июле, а точнее в начале августа, я пошёл пить пиво. В кафе сидят разные люди. И вдруг... Тут я должен вам заявить. В своё время я за своё участие шёл по делу. Господи, кому я это и рассказываю? Вы же это прекрасно должны знать. Так вот, я отбывал срок с неким гражданином Гопко, Георгием Тимофеевичем. Вот с ним я и встретился в этом кафе. Он спросил, кто кем работает на воле, кто чем занимается. Кстати, это точно, он работает шофёром, запишите. По нашей трассе, Молдавия-Москва, он гоняет рефрижератор. И он вас попросил устроить Ведерникова на завод? Да. А я ему отказал. Да, но Ведерникова на заводе работает. Он говорит, объясняю. Последний раз, когда я был в командировке, меня по телефону разоксал один человек. Кстати, тоже снабженец. Он меня ошарашил телефонным звонком. Скажите, Илья Николаевич, говорит он, вам действительно нужна аппаратура ДОЗа-2. Поверьте мне, это уникальная аппаратура. Я говорю, спасибо вам. Кто вы такой? Вы же волшебник, вы же сказочник. Я готов целовать вам за это пятки. Не надо. Ну, устройте нам партию листового железа. Я с ним встретился. Он произвёл приятные впечатления, интеллигентный человек. Хорошие манеры, роговые очки и полное дерьмо. При мне он связался с одним человеком по телефону, потом разводит руками и говорит, извините, Илья Николаевич, пока этой аппаратуры нет. Но, продолжает он, скажите, Илья Николаевич, как вам удалось оформить незаконным образом отправку трёх вагонов цемента для вашего завода? Он меня зажал. Он говорит, я спасу вас от тюрьмы. А вы мне окажете любезность. Помогите устроить на ваш завод одного научного сотрудника. Я был уверен, что придётся устроить на завод какого-нибудь панеядца. Но товарищ Ветерников оказался выдающейся личностью. Умница! За неделю он сделал на заводе то, что не могли сделать всё наше конструкторское бюро за целый год. Скажите, Илья Николаевич, а как узнал этот снабженец о ваших, мягко говоря, не совсем законных операциях? Понятия не имею. Значит, Терентьева подслушивали с целью шантажа. И только для того, чтобы строить учёного Ветерникова на завод. Чепуха какая-то. Да, невероятно, но факт. Иначе как бы узнал таинственный снабженец в враговых очках не совсем в законных операциях Терентьева. И всплывают новые фигуры. Шофёр Габко и учёный Ветерников. Слушаю. Товарищ полковник, в порту в районе 28-го причала водолазами обнаружен труп неизвестного. Оперативная группа выехала. Дежурный по городу Степанов. Машину ко второму подъезду. Товарищ полковник, в воде найден труп неизвестного мужчины. Явных признаков насильственной смерти нет. В карманах брюк, билет на поезд, записная книжка и мелочь. Старший лейтенант Хоменко. Товарищ старший лейтенант, портфель подняли. Откройте. Доллары. Еще доллары. сообщите в комитет государственной безопасности. Есть. Разрешите? Пожалуйста. Товарищ полковник, подполковник Щевладзе по вашему приказанию прибыл. Проходи. Знакомься с нашим гостем, Георгий Константинович. Из комитета государственной безопасности по делу погибшего валютчика. Майор Силаев. Щевладзе. Садись, послушай. Расследованием по делу погибшего в порту человека установлено, что им оказался некий Банщиков в ранее судимой за валютные операции. Можно предположить, что с большим количеством валюты, находившейся в его портфеле, он шел с кем-то навстречу. В записной книжке, найденной при нем, вырван листок. Но экспертам по оттиску удалось восстановить запись. Схематическое изображение какого-то перекрестка, буквы К и Ч и квадрат с крестиком. К сожалению, все. Скорее всего, это место встречи этого Банщикова. Она с кем? Ну, что скажешь, Георгий? Цифры, время. Кача, место встречи. А крестик? Может быть, и церковь, может быть, и кладбище. Ну, что ж, придется разделиться. Ты свяжись с товарищами из областного ГАИ. Может быть, кто-нибудь из сотрудников знает это место. Обследуй вот этот квадрат. А мы с майором займемся этим местом. Да, и предупреди, Зубурева поедет со мной. Да. КОНЕЦ 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 ГРОХИ, НЕЛЕМАНЫ, ЗИМОНЫЕ КАШДАНЫ, КАЧАЕТСЯ СОВАМА, НА РАЙНИЙ ГОЛПОМ... Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Садитесь, товарищ. Я его знаю. Пока не развесят все кружева, толку от него не добьешься. Да. Дырочка. Иди сюда. Добрый день. День добрый. Так подавать горячее? Ни в коем случае. Все как договорились. Скажи мне, Верочка, что у нас на первое? Сейчас, сейчас. Суп имени Габко. Как вы сказали? Суп имени Габко. Скажи, пожалуйста, Верочка, как попало в ваше меню это замечательный суп? К нам один шофер ездит. Он вечно одно и то же блюдо заказывает. Супчик с потрошками. Больной, на желудок жалуется. Приедет, сядет за столик и ждет час-другой, пока не приедут его приятели. Ну, мы шутя и назвали этот супчик его именем. Суп имени Габко. Сидит, ковыряет, посмотрит на дорогу, снова ставит глазище в тарелку. Что он там ищет, не знает. Другие уходят, приходят, а он все сидит. Правда, говорит, медленно ешь, дольше жить будешь. Ну, а его приятели что, тоже обедали? Поговорят и разъезжаются. Габко на своем рефрижераторе. А они на фургончике. Желтенький москвич, они всегда на нем приезжали. А что это за приятели? Как они выглядят? Ну, один такой здоровый, дебильный. Всегда кивал головой, мол, да-да. А второй, ну, как бы вам сказать, на вид он красивый, но в нем есть что-то неприятное. Так, вроде, из-под черепа на тебя смотрят синие скользкие глаза. Мне кажется, что он у них за главного. А он не в очках был? Нет, нет, не в очках. Фургон с приятелями, это вам на второй. А сейчас скажи, что у нас на десерт? Десерт в нашем каче слаще, вкуснее и лучше. Как коктейль сказала? Ка-че. Кафе-чайка, сокращенно. Так, подавать? Подавать, пожалуйста. Ну, товарищ полковник, как вам нравится наш обед? Лучше не едал. А как вы думали, Георгий Шевладзе пригласил бы своих лучших друзей на плохой обед? Как вам это удалось? Люди помогли. О! Прошу. Остальное дело техники и личного обаяния. О, какая. Три по два, три по два. Верочка, вы сегодня очень хорошо выглядите. Да ну что вы, спасибо. Давайте, товарищи, выясним, почему этот... Габко не есть шашлыки. Ха-ха-ха-ха-ха. Все с убитым валютчиком. Судя по записи, она должна состояться завтра. 5-0-0. Всем занять свои места. Вас, товарищ Никитин, я прошу... Сидите, сидите. Я прошу с утра быть у кафе Чайка. И самое главное, повторяю. Никаких самовольных поступков. Остальное за Шевладзе. Дадим Габко встретиться со своими дружками. Пусть заказывает свой супчик. И Дадим Габко. Пусть заказывает свой супчик. Уничтож Oo м äл substitукинчата по мальцам. Как раз。 Смотрите, сдady. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тормоза в порядке? В порядке, товарищ лейтенант. Я же не первый год езжу. Тем более, работайте в столице. Должно быть премьером для других водителей. Ну что, тяжело без напарника? Заболел мой напарник. А план есть план. Как хочешь, так и крутись. Ну хорошо, товарищ Гавко. Можете ехать. Спасибо. Уфа, Уфа, я седьмой. Объект проследовал в сторону Каче. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Желтенький, не твой? Да, такие легко. В ящик играют. Ну, поеду я. В Умане передохну. Там и дешевле кормят. С печки давай. А, на, копеечник. Будь здоров. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Будь здоров. Уфа, Уфа, я 27-й. Фургон москвич ОДЦ-8024 оранжевого цвета направился в сторону пятого. Объект немедленно проследовал за ним. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пятый, пятый. Самосвал последовал за объектом. Остановите самосвал. Остановите самосвал. Самосвал приказания остановиться не подчинился. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здорово, Скорняк. Ты с кем разговаривал? Где? Там, у кафе Чайка. Ну, что ты нервничаешь? Ты знаешь, с кем ты разговаривал? С кем? Это же тот, в желтой куртке. Куртку, припомни, это тот, которого хозяин убрать велел. Не понял, тот же? Тот же вроде телефониста? Телефонист. Мент это. Хвост! Может, ты спутал? Спутал. Ты какого черта прямиком поехал? Ну, торопился. Куда? Мне надо было в Чайке кое с кем переговорить. Ну, ждет мне там один человек. Да пролюбишься. Ты хорошо смотрел? Хорошо, вроде чисто. Товар привез? Привез. Много? Семь тюков. Не возьму. Это почему? Потому что рисковать не хочу. Возьмешь. Все, до грамма. Я в Москву с левым товаром сунутся. Не могу. Меня еще по дороге схватят. Схватнись. Я ему должен денежки, а не товар. Я сказал нет. Ладненько. Значит, будем говорить с хозяином. Поговорим. Опять тот в желтой куртке. Где? Вон, на заправке. Линяем. Вон, на заправке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Автомашины марки «Москвич» ОТЦ 8724 и рефрижератор 1007 УДР движутся в направлении Кишиневского КП. Их преследует самосвал, который самовольно ведет Никитин. В связи с этим, товарищ полковник, возникает до дорогих оборудованной ситуации. Передайте мой приказ. Постараться всеми средствами остановиться на свалке. И продолжать наблюдение за преступниками. Быть бдительными, а невозможно вооруженным. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, кто на связи. Остановить самосвал ОТЦ 2114. Создает на дороге аварийную ситуацию. Примите все меры. Остановите самосвал ОТЦ 2114. Остановите самосвал ОТЦ 2114. Сторг, торг, до 12. Восходят. Остановить самосвал. Рефрижератор не преследует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Водитель самосвала ОТЦ 2114. Водитель самосвала ОТЦ 2114. Немедленно остановитесь. Создаете на дороге аварийную ситуацию. Водитель самосвала ОТЦ 2114. Немедленно остановитесь. Немедленно остановитесь. Самосвал приказанию остановиться не подчиняется. Трым, Трым, я УФА. Скорость свыше 100 километров. Доправьте дополнительные наряды на Киженевскую трассу. На трассе крайнеаварийная ситуация. Всем, всем, всем. Я УФА. Приказываю. Немедленно остановить самосвал. А рефрижератор и автофургон не преследовать. Останови самосвал УЗИЛ 130. Рефрижератор не останавливай. Я УФА, я УФА. Останови самосвал. Автофургон и реприжератор не преследуют. Это же они! Я по голосу узнал! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Давай, минутку. Да. Нет. Будьте добры, размейте мне еще один рубль. Пожалуйста. Понял. Сделаю. Не пацан, понимаю. Слушай, папа, я всю жизнь на крючке у тебя болтаться не буду. Все. Вот так-то, Скорняк. Ну что? Велел разгружаться. Ну а где будем разгружать? Там и будем. Ну давай скорее, то мне еще в одно место надо. Там мы будем. Бутылку возьми. Грасти. 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 Пошли! Куда? Дорогу посмотреть нужно. Или что, тюки на себе тащить будем? Пошли! На себе. Сто килограмм-то каждый. Вот и вот. Пошли, пошли. Пошли. Вот здесь. И разгружаться будем. А что это? Магазин. Меха. Юморист. Андрюша, что ты там ищешь? Да вот, гляжу. Разгружаться будем. Разгружаться. Ты же хотел разгрузиться? Или тебе что? Не нравится этот склеп, а? Не нравится. Нравится? А где бы тебе понравилось? Дома. Дома? Дома, с корнякой. Андрюша, вот у меня лекарства кишиней у меня достают, это дефицит. У меня гастрит. Я уже думаю, последний раз все завязал, но трудно, трудно как-то сразу. Скорняк. 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 Не убивай. Не убивай. Скорняк. Не убивай. Ну, за что? Я завяжу. Я же молчать буду. Скорняк. Скорняк. Бутылку взял? Взял. Сейчас включи. Взяли. Давай. Ноги. Вот так. Хорош. Бутылку держи. Давай. Фургон оставишь у посадки, а сам к Зиновьеву. Быстро. Просто посадки? Приговори. Бутылку д süOffи. бутылку комалипс Systems. КОНЕЦ 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 Будь здоров, покойничек. КОНЕЦ 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 УФА, УФА, я УФА-17. Москвич фургон оранжевого цвета, госномер 8024, Ольга Дмитрий Цапля проследовал сторону города.